Каждый год 21 июня улица Советская превращается в настоящий ретро-салон 40-х. Музыка из патефонов, красноармейцев и барышней в ситцевых платьях. Атмосфера последнего мирного дня воссоздана буквально по крупицам, так как это было 74 года назад, и кажется, что ничего не предвещает войны. Год 41-й, начало июня. Все еще живы, все, все, все. Слова знаменитого довоенного вальса, кажется, достучались до каждого, кто пришел на реконструкцию последнего мирного дня. Именно эта своеобразная хроника в музыке и стала отчетом театра мирных действий на Советской. В то время как одни рассматривали афишную тумбу с объявлениями 41-го, другие, глядя на развороты газеты «Заря» 21 июня, спешили узнать, чем жил и дышал Брест 74 года назад. Однако особый интерес у гостей жителей города вызвал показ моделей лета 41-го, в котором приняли участие девушки из городов России и Беларуси. У многих платья действительно раритетны со своей особой историей. На Елене платье 41-го года. Хозяйка еще жива, здравствует. Она принесла нам это платье в клуб. Туфли тоже оригинал. Из того, что представлено на мне, современная только обувь и платок. Платок – это стилизация полосадского платка. Берет вязанный, современное платье, даже, продон, комбинация того времени. Пожалуйста, расскажите немного о своем наряде, про историю вашего платья. Мне его дала моя бабушка, а ей досталось от ее матери это платье. И вот мы решили, что как раз подходит к сегодняшнему дню, я могу его одеть. Что чувствуете, собственно, в наряде того времени, той эпохи? Это очень необычно, и все вокруг тоже так одеты, прям энергетика того времени, и все очень интересно. После конкурса винтажной моды «Бабушкино платье мне к лицу» наша съемочная группа отправилась на театрализованный допрос, который устроили работники НКВД врагам народа. Актерское мастерство реконструкторов настолько покорило зрителей, развернувшиеся около фонтана сцены, что многие просто забыли, что они жуют в 2015-м. Пока человек в синей фуражке выбивал показания на другом фронте реконструкции, многие спешили прибегнуть к услугам юного чистильщика обуви. Мальчик в одежде 41-го года выпуска с порой орудия щетками был вовсе не деталью реконструкции, а ее украшением. Впрочем, как и выставка довоенной техники. Мы представили здесь свою технику, которая имела отношение к боевым действиям, безусловно. ГАЗ-67, ВИЛИС, военные мотоциклы М-72, полуторка, грузовой автомобиль легендарный и орудие 45-ка. Конечно, особый колорит и львиную долю антуража до военных лет привнесли с собой реконструкторы операции «Вторжение». Одетые в военную форму 40-х, бравые красноармейцы были главными действующими лицами этого дня. Все как 74 года назад, только в 41-м, в этот последний мирный день никто не верил, что начнется война, что до первых бомбежек и смертей остались считанные часы. В отличие от жителей довоенного Бреста, наш современник знает, насколько хрупким может оказаться мир. Какая-то погода такая немножко трагическая для последнего дня, как будто бы действительно перед каким-то таким событием. И вот приносит свое немножко такое настроение. Когда проходила колонна в военной форме, у меня даже мурашки немножко по коже прошли, как-то так неожиданно, такие мои ощущения. Это интересно посмотреть, как это было, как люди проводили последний мирный день, как они жили, что видели и чего они не ожидали. Виктория Дорогобедская, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.